К другим новостям. Противодействие распространению детской порнографии через интернет, информационная безопасность во всемирной паутине и киберпреступность. Эти вопросы стали темой круглого стола, который состоялся в Чебоксарской гимназии номер 5. В нем приняли участие представители правоохранительных органов, городского управления по образованию, провайдеры, учителя, а также депутат Госдумы России Алена Аршинова. За последние годы интернет плотно вошел в нашу жизнь. С помощью всемирной паутины мы можем обучаться, общаться, делать покупки. На часть интернет-услуг, как правило, связанных с платежами и оборотом денег, посягают мошенники. В последние годы к этому добавились и другие виды киберпреступлений. Сейчас у нас уже трех-четырехлетние дети уже вовсю пользуются айпадами и в очень раннем возрасте учатся вести свои аккаунты. И, кстати, этому способствуют именно родители. А потом родители же первые страдают от той культуры, которую приобретают в интернете родители и несут ее уже в семью и в реальную, скажем так, жизнь из виртуальной. Поэтому, еще раз говорю, что интернет и информационная среда, она настолько быстро меняется, она приобретает каждый раз новые формы. Поэтому мы здесь тоже должны быть гибкими и очень оперативно реагировать. В одиночку решить проблему защиты детей не способны ни министерство, организация, провайдер, школа или родители. Поэтому Алена Аршинова предложила организационно и технологически обеспечить интернет-безопасность детей. Организационные меры нужно предпринимать совместно со школой, родителями и общественными структурами. Технологические шаги предусматривают создание фильтрационных программ и введение мониторинга деятельности детей в интернете. Программы-фильтры, я считаю, что они необходимы и даже необходимы, скажем так, в обязательном порядке. Чем они отличаются от жесткого блокирования на том же сайте реестров запрещенной информации, то есть на запрет инфо. Чем отличаются? Там жестко блокировали сайт и все. Имея свободный доступ к компьютеру и сетью, уверенными пользователями дети становятся уже годам к десяти. Согласно опросу, интернет они в основном используют для учебы и общения с друзьями. Но та же статистика располагает другими цифрами. Родители наверняка будут шокированы, узнав, что их чадо являются основными потребителями взрослого контента. Последний у нас случай был недавно, подросток, в возрасте 14 лет он взломал сайт школы. Итог такой, я это делал, я, значит, и буду делать. И самое, что интересно, меня удивило вообще, этот молодой человек, он, знаете, он чуть ли не всем порнографических сайтов сети интернета на память узнает. И называет себя гордо, я порнографист. Представляете, 14 лет, да. Благодаря тому, что в дискуссии приняли участие самые разные люди, вопрос удалось рассмотреть с разных сторон. Ведь у родителей одно видение ситуации, у правоохранителей другое, а у интернет-провайдеров третье. Все озвучили свои точки зрения на проблемы и их решения. Опыты предложения, о которых говорили специалисты, будут включены в рекомендации семинара и направлены в соответствующие структуры для совершенствования законодательства. Ольга Григорьева, Олеся Русакова, Александр Петров, Республика.